Музыка Каждая женщина мечтает о стройной и красивой фигуре. Стремясь добиться идеальных пропорций, одни ограничивают себя во многом, садясь на жесткие диеты, а другие подходят к этому вопросу комплексно, как героиней сегодняшней программы «Женский взгляд». Меня зовут Бульгина Сакаева. Здравствуйте. В жизни героиней сегодняшней программы спорт, а если быть точнее фитнес, занял прочную позицию. Ежедневные тренировки, физическая нагрузка для них вовсе не наказание, а скорее потребность. Активные, спортивные, подтянутые. Мы побывали в гостях у Регины и Ирины Багауддиновых. О фитнес-студии, которую основали мама и дочь Ирина и Регины Багауддиновой, в городе Кумертал слышали многие. Как подтверждение популярности и востребованности фитнеса можно судить по заполненным залам. Студию посвящает более 200 человек. Тренеры постоянно проходят обучение и курсы повышения квалификаций и внедряют в программу новые направления. В основном у нас получается женская фитнес-студия, направленная на укрепление здоровья, на похудение, на набор веса. То есть мы стараемся затронуть почти любой аспект женской проблемы. Заниматься начинают у нас дети от 6 лет, это хип-хоп. И потом уже идет без возрастных ограничений, то есть у нас ходят люди пенсионного возраста, на такие узкие направления, как здоровая спина, стрейчинг, это растяжка и пилатес. То есть у нас без возрастных ограничений. Все для того, чтобы любой контингент, любой возраст женщин мог заниматься и привести себя в порядок, следить за своим здоровьем. А что такое пилатес? Пилатес – это низкоинтенсивная силовая тренировка, которая направлена на укрепление мышечного корсета, пресс, спина, ноги. То есть там работает абсолютно все тело в медленном темпе. Единственное противопоказание – это беременность. Можно людям заниматься даже с заболеваниями позвоночника, с перенесенными ранее травмами. То есть все идет на укрепление в целом позвоночника и мышц скелетных и обычных. Комплекс упражнений, направленных на развитие гибкости и подвижности, в сочетании с правильным дыханием и поддержанием тела в равновесии. Пилатес подходит как для взрослых, так и для детей. Молодежь к нам тоже присоединяется в этом плане, потому что сейчас школьный возраст, скажем так, они большую часть своего времени сидят, и следовательно им нужно как-то двигаться. Если у кого-то даже из девочек из школьного возраста бывают проблемы с позвоночником, боли в спине, мы им рекомендуем начать с пилатеса. Новичкам тоже желательно начинать с таких низкоинтенсивных, спокойных тренировок, чтобы потихонечку втягиваться в тренировочный режим. Процесс похудения требует комплексного подхода. Лишь в совокупности с правильным питанием результаты не заставить себя ждать. Да, вы абсолютно правы. Питание – это 80% всего результата, который видит девушка, когда она начинает процесс похудения. Наверное, у меня самые простые правила похудения. Кушать нужно 5 раз в день, маленькими порциями. И кушать можно всё. Не обязательно ограничивать себя в каких-то либо продуктах. И пить воду. То есть режим сна, вода и питание. По образованию преподаватель физической культуры, Регина – одна из тех счастливых людей, для которых работа – это хобби. Время, проведённое с удовольствием. Ну, так как я, наверное, с трёх лет тренируюсь, и семья у нас спортивная, поэтому фитнес – это уже смысл. Это даже не смысл жизни, это и есть жизнь. То есть провести один день без тренировок – для меня это как-то немножко уже мучительно. Организм привык. И это, наверное, моя цель – как можно больше привлечь народу, чтобы занимались собой, занимались с ранних лет. То есть, наверное, с детского возраста уже понимали, что такое питание, как нужно питаться, как нужно за собой следить, ухаживать, и чтобы потом в старости не, скажем так, не ходить по больницам, не сидеть в очередях. Роли тренера, наверное, начала лет с 15-16. Позвала в эту профессию меня моя же мама, она же и мой тренер. И буду продолжать заниматься дальше, буду продолжать тренерскую деятельность, ну, думаю, до глубокой старости. Неоценимая роль мамы в определении жизненного пути Регины. Ирина Багаудинова долгие годы работала преподавателем физической культуры. Именно она привила своей дочери любовь к спорту и активному образу жизни. Начала сама заниматься очень давно. Еще со школы, фитнес, аэробика тогда это называлось. Потом все вошло в жизнь очень плотно. Получала образование, работала в разных местах, в Центре детского творчества, в педагогическом колледже. Сейчас вот в данный момент уже в своей фитнес-студии работаю. Мы со старшей дочкой вместе, с Региной. Всю жизнь я в этом городе, всю жизнь в фитнесе. Ирина Багаудинова признается, что Регине суждено было связать свою жизнь с фитнесом. С самых маленьких лет, когда ребенок чем-то интересуется, надо просто его поддерживать. Надо ему давать там развиваться. Разрешать, вот именно разрешать делать многое. Танцевать – пожалуйста. Музыка громко играет – ради бога, пусть она играет. Прыгает, скачет – здоровый ребенок. Поэтому вот это все потом и так и началось. Когда я была с ней беременна, я ходила на свои тренировки. И, будучи еще во мне, она уже, наверное, заряжалась. Чувствовала, что ей это все уготовано. Потом она, когда училась в школе, занималась аэробикой, фитнесом. Поступила в педагогический колледж. И уже с 16 своих лет она начала работать тренером. Параллельно получала обучение. Параллельно ездила на курсы. Сама тренировалась, была членом сборной по спортивной аэробике, была членом сборной башкирии. Башкирии по фитнес-аэробике, по хип-хоп-аэробике. То есть у нее вот этих направлений очень много. Оно, как говорится, я не скажу, что это прям… Ну, вообще-то нет. Можно сказать, что с молоком матери она и питала это, да. Ей это нравится, мне это нравится, людям это нравится. О работе в фитнес-студии Ирина рассказала следующее. А как вот здесь мы оказались, всю жизнь мы работали. Я работала, и Регина работала, знаете, как сказать, наемные работники. В какой-то организации организовывалась группа для здоровья, для женщин. И пришел момент, когда мы решили, что, наверное, уже пора, да. Во-первых, знаете, не то, что на себя, а работая так, да, работая так, больше можешь дать. Больше отдачи, больше возможностей, больше времени. Сейчас я еще параллельно, пока, как говорится, соединяю свою работу еще в педагогическом колледже, там работаю преподавателем, но основную свою деятельность, я считаю, уже здесь. Чем мы здесь занимаемся? Даем женщину возможность почувствовать себя женщиной. Прежде всего, наверное, так. Потому что, когда женщина любит себя, любит то, как она выглядит внешне, в плане физического состояния, в плане фигуры, в плане осанки, в плане того, как она себя несет в вашей жизни, это же здорово, прежде всего. Фитнес – это образ жизни, смысл жизни, сама жизнь, утверждает Ирина Багаудинова. Ее жизненное кредо – всегда развиваться, не стоять на месте. Очень много всего интересного в фитнесе. Очень. И мы сюда постоянно внедряем что-то. Не стоим на месте. Нельзя останавливаться. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Самая большая награда для тренеров – слышать искренние слова благодарности от посетителей фитнес-студии и радоваться вместе с ними за достигнутые результаты. Девушки поделились впечатлениями от тренировок. К Иргине вообще давно ходила, еще два года назад. И после рождения второго сыночка я вновь сюда вернулась, в этот зал. Теперь хожу к Ирине Владимировне на спецпрограмму «Крепкий орех», которая нам помогает достигнуть очень хороших результатов. Мы подтягиваем мышцы, приводим себя в порядок, чтобы выглядеть не только летом, но и всегда на все сто. Как у вас ощущения? Супер. Я так даже уснуть могу, наверное. Полное расслабление после хорошей тренировки. Пришла я в Бага-фитнес месяца три с половиной назад и начала ходить на здоровую спину Кирине Владимировне. Но потом они открыли программу «Крепкий орех». Меня это заинтересовало. Стало интересно, как говорится, привести себя в порядок, в форму. И я записалась на эту программу. Нисколько не жалею. Я получаю удовольствие от этой программы и вообще от фитнеса, от этой той физической нагрузки. Потому что в обыденной жизни, дети, дом, работа, мы не получаем ту физическую нагрузку. Организм требует свое. Поэтому сюда я хожу с удовольствием. И домашние заботы, они немного даже в сторону порой отходят, потому что у меня есть фитнес, и я с удовольствием сюда хожу. Именно к Ирине Владимировне. Мы от них получаем заряд эмоций, заряд энергии такой, того, что мы прекрасны и мы способны на большее, лучшее быть именно для себя красивой. И что порой вот это, когда мы приходим в форму, смотреть в зеркало, от этого нам доставляет удовольствие, то, какие мы становимся, как мы преображаемся. Быть красивой, радоваться своему отражению. И самое главное – научиться любить себя. Занятия спортом, посещение фитнес-студий положительно влияют не только на здоровье в целом, но и на эмоциональное состояние женщин. Работать же над своей фигурой можно и в домашних условиях. Ирина Багаудинова поделилась парой простых упражнений, которые можно выполнять самостоятельно. Самое популярное упражнение – это приседание. Однако нужно научиться выполнять его правильно. Приседать нужно правильно. Смотрите, голень должна остаться вертикально. Садиться нужно, как будто сзади вас стоит стул. Вот так. Руки идут как в противовес просто. Самое главное – как вы будете дышать. Нирвана никак попала. Вы сели и на подъеме делаете выдох. Хорошо? Перед тем, как сесть, мы делаем вдох. И делаем выдох. То есть тогда, когда напряжение. Вот начните, ну, приблизительно, опять-таки, с 25 раз. 25 раз присели каждый день. И потом раз по 5 каждый день увеличиваете. Для выполнения второго упражнения нужно встать перед подоконником. Любая женщина скажет, что ей хочется, чтобы у нее были красивые руки. Вот эта часть руки, называется трицепс, да, она у женщины начинает с возрастом висеть, так скажем, бултыхается. Вот чтобы она не бултыхалась, вот это упражнение сейчас самое-самое хорошее. Происходит сгибание рук с прижиманием их к туловищу и как раз воздействие на треуглавую мышцу плеча. 25 раз в день, каждый день, ну, сколько? Ну, приблизительно, ну, минута у вас на это уйдет. А результат вы почувствуете уже через две недели, поверьте мне. Во время выполнения физических накрузок организм теряет энергию, соответственно, калории. Чтобы после тренировок не набрать сожженные калории вновь, нужно грамотно подходить к питанию в целом. Правило номер один. Вы похудеете только в том случае, если ежедневно будете расходовать калории больше, чем потреблять. При соблюдении этого главного принципа похудения вы избавитесь от лишнего веса, даже если не будете следовать правилам, что есть до и после тренировки. Побаловать себя чем-то вкусным без вреда для фигуры. Разве такое возможно? Можно? Гости сегодняшней программы утверждают, что десерт может быть не только вкусным, но и полезным. Знакомьтесь, домашний кондитер Ириана Петрова. Ириана Петрова родилась и выросла в городе Кумертау. После завершения школы закончила пит-колледж, затем БГПУ по специальности английский язык. Некоторое время она работала в школе. Будучи в декрете, Ириана увлеклась приготовлением различной выпечки. Мама троих детей. Она признается, что кухня – это ее стихия. Я люблю готовить. Кухня – это мое. Я расслабляюсь. Мне нравится удивлять. Я люблю сама покушать. По мне, наверное, видно. И выпечка тоже. Мама мне говорила, маме говорила моя бабушка, мама говорила мне, что выпечка в доме должна быть всегда. В декрете нельзя замыкаться на беренках, подгузниках и так далее. Тем более, в наше время, когда все облегчает жизнь мамы, то есть есть все и стиральные машинки, и подгузники, и куча-куча-куча всего, что освобождает руки мамы. Мне кажется, нужно думать о себе, о своем развитии. Ириана, печь, фитнес, торты. Откуда появилась такая идея? Эта идея появилась, когда в нашем доме появилось спортивное питание. Мой старший сын начал увлекаться, как это сейчас называется, пауэрлифтинг. Да, пауэрлифтинг, соответственно, там белковая еда должна быть. Приходится в тренировки. Мама, где белок? Мне нужен белок. Ну вот, началось сначала вот именно с такой вот обычной белковой пищи. Дальше больше. Вроде бы маленький ребенок, тоже набрала сама вес. Хочется сладкого иногда. Сидя на диетах, очень много срывов. То есть диеты – это не наш вариант. Нужно кушать и, естественно, баловать себя сладеньким. Сладеньким раз в месяц. Это тоже не бровенья. Сладкое я люблю, выпечку я тоже люблю. И как-то в интернете я наткнулась на онлайн-курсы, фитнес-десерты. Думаю, нужно попробовать. В принципе, я давно хотела кулинарные курсы какие-нибудь закончить. Но это все, нужно ехать в нашу столицу или куда-то далеко. А с маленькими детьми не особо вырвешься. Вот думаю, онлайн – это то, что мне нужно. Я попробую. Никому ничего не говорила. Оплатила быстренько курсы. Тут первый урок, второй урок. Дальше пошло-поехало. Девчонки с тренировки, куда я хожу, с зала, тоже начали интересоваться. И мой тренер. И как-то вот начали мне тоже заказывать. Для того, чтобы десерты получались вкусными и красивыми, нужны определенные навыки. У вас специальное образование или вы всего достигли путем проб и ошибок? В течение двух месяцев еженедельно дается урок, домашнее задание. И вот в это домашнее задание два вида торта на выбор. Ну, я обычно пеку прям вот все подряд, все, что дается. Все рецепты я отрабатывала, что-то, естественно, не нравилось, что-то уже под себя подгоняла. Научилась считать калории тоже благодаря этому курсу. Вот так что сейчас у нас все подсчитано, все мы знаем. Необыкновенно красиво украшенные торты и капкейки просто радуют глаз. А для фигуры от них никакого вреда. Ириана раскрыла некоторые кулинарные секреты и рассказала о составе фитнес-десертов. У состав моих десертов в основном это творог, добавляется протеин, соответственно, очень много белка. Людям, которые занимаются фитнесом, спортом, белок необходим для строения. То есть белок – это такой строительный элемент мышц нашего тела. Это самый главный. Это не ПП-десерты, а вот именно фитнес-десерты, которые с большим содержанием белка. Ни масло, ни сливочное масло, ни растительное масло. А именно за счет орехов, то есть жир идет такой вот омега-3 жиры, которые тоже необходимы нашей коже, волосам. И углеводы тоже, соответственно, все полезные. Муки пшеничные, здесь нет высшего сорта. Мука идет льняная, отруби. То есть очень много крупы я перемалываю сама в кофемолке для того, чтобы получить муку, именно консистенцию муки. Расскажите об ассортименте ваших десертов. Ну, в основном, конечно, я делаю торты. Торты, капкейки делаю. Ну, это из более таких вот праздничных, сладких. А так можно, ну, там все, и профитроли можно сделать. То есть можно сделать зефир. Ну, зефир, в принципе, даже не ппшный, даже не фитнес-зефир. Он будет полезен за счет того, что там пектин от ягод и агар-агар, он снижает на нет калорийный сахар и всю вредность сахара. Вот, а если сделать его не с белым сахаром, а с каким-нибудь другим, то вообще он будет супер-супер-супер полезный. Утром можно себя побаловать зефиром, кто любит. А здесь вот, ну, не чувствуется. Здесь есть и крем, здесь есть и хлеб, который мы, в принципе, любим, выпечка. Вот. Вот. Ну, тем, кто на самом деле любит всякие сладости и не может себе в этом отказать. Ну, это, мне кажется, как вариант. Которая стоит. Да, находка. Все герои сегодняшней программы объединяет одно – это любовь к спорту. А любовь к спорту влечет за собой ряд замечательных привычек, таких как заниматься собой, следить за своим питанием, быть активным и здоровым. Для того, чтобы начинать тренироваться, не нужны специальные навыки, нужно лишь ваше желание. Занимайтесь спортом, чтобы всегда оставаться здоровыми и молодыми. Редактор субтитров А.Семкин